Продолжение следует... Убежали. Так, так или иначе, хотелось сегодня поделиться с вами теми впечатлениями, которые я получил от Linux.com в Эдинбурге. Я вчера драматически вернулся с 7-часовым ожиданием в Амстердаме. Вот. По данному мероприятию конференция достаточно интересная, но у каждого, собственно, всегда произойдется свое мнение. Вот. А я хотел бы взять вот из того, чтобы мне показалось интересным самым по технической части конференции, а потом и по другим, рассказать вам, чтобы вы представляли, что вы можете ожидать от такой конференции. С одной стороны, с другой стороны, тем, кто, в принципе, многие люди не любят или не могут или не хотят ездить. Я хотел бы, ну, проакцентировать ваше внимание на тех темах, которые в данный момент являются самыми обсуждаемыми в, скажем так, в Linux-среде. Часть тем таких более общих, менеджерских или такой без глубокого технического погружения. Вот. Но, тем не менее. Первый слайд обязательный, наверное, является обязательной программой. Вот. Штука, которая мне очень-очень понравилась, за которую у меня действительно оторвалась гордость. Вот. В данном году на LinuxCon в Европе, в Эдинбурге, две белорусские компании были спонсорами самого LinuxCon. Соответственно, это SamSolutions и Wargaming. Вот. Очень отличный слайд. Сразу две компании. Вот. Реклама уйма, все такое. Ну, огромная гордость, на самом деле, это участие в Беларуси, пускай даже таким образом в развитии, как бы, сообщества Linux и так далее. Ну, это так. Очень мне вот понравился, гордость дела. Далее. Правила игры. На каждую тему у меня будет один слайд. Я буду говорить всякие провокационные штуки. Буду рад различным выкрикиваниям, буду рад таким спонтанным обсуждениям. Еще раз, одна тема, один слайд, поэтому выкрикиваем сразу, комментируем сразу, негодуем сразу. На всякий случай напоминаю, порядок на нашей Linux-овке обеспечит Минская Федерация карате. Спасибо. Ну, то есть, как бы, без активных движений руками. Окей. Первым, как бы, вот я пошел на доклад Джима Землина. Там всегда, естественно, на каждой конференции группа Киминоты. Джим Землин – это глава Linux Foundation, той организации некоммерческой, которая помогает различным ребятам встречаться между собой. Вот, там, делает всякие хорошие штуки, но, как правило, занимается, ну, менеджментом. А еще она оплачивает роблоту Линусу Торвальдсу и Грегу Кроахатману. Вот. Естественно, вступительное слово. Много было пафоса на тему, что Linux – это наше будущее, наше развитие. Вот, особенно там потрясающий был, как бы, пунктик насчет того, что всем компаниям все больше нужно, гораздо больше инженеров. И некоторые компании спонсируют Linux Foundation и спонсируют, точнее, спонсируют сам кумент Linux ConEurope только в целью хайринга. Если что, это не Wargaming и не SamSolutions. Хотя SamSolutions не знаю, но Wargaming в девелоперских офисах в Европе нет. Вот, но факт факта. Вот, второй момент, конечно, который все отмечают, это, как всегда, развитие клауда, но в данный момент это уже, как бы, такой комментарий был в тему бизнеса, который отмечен на доске, что по абстрактным неведомым никому подсчетам, как бы, вложили один доллар в клауд, сэкономили четыре на всяких админах. Я думаю, может быть правдой, но зависит от. Поскольку одним из больших кей-нотов был Twitter, естественно, было сказано доброе слово по поводу Twitter, а что, между прочим, Twitter, у него уже 100 публичных репозиториев на GitHub, и это, в общем-то, круто для кого, в компании, вот, побеждать внутренний геморрой, а это откровенно геморрой, соответственно, ну, с менеджментом, с юристами и так далее, когда у ребят получается выкладывать значительную часть твоего работы в open source, а еще и программировать и делать свою работу так, что половина этой работы, ну, полезна не только им. Клево, мне очень нравится. Сколько у Wargaming? Ноль. Про геморрой это он не случайно сказал. Ну, да, я ноль. У Sam Solutions, насколько я помню, есть группа проектов, в 6-10, я не могу ошибаться. В 6 или в 10, но там что-то порядка 3, по-моему, это, ну, и форк или чужой, это не наше. Тем не менее, да, как бы сделана работа, она выложена, это очень клево, и это те вещи, которые делать, вообще говоря, ну, приходится инженерам объяснять менеджменту, что нужно делать, это редко происходит сверху. На самом деле, тихо и сапы пропихнули одного такого менеджмента, правда, пока не вы соболезнует. Я тоже был лучшим он, чем я. А, окей. Дальше выступал товарищ из Цитрикса, вот, очень интересную тему, как бы, поднял, тему того, что, ребята, мы научились делать open source, мы, как бы, видим в этом всем огромное преимущество, но у нас остается проблема, вообще говоря, перед обществом. Мы, вообще говоря, сделали клевые штуки, мы научились малым составам людей делать огромные функциональные вещи, мы научились общаться между собой на различные темы, несмотря на культуру и разницу в расстоянии, мы научились делать один проект всегда в абсолютно разных местах, и вообще-то мир этого делать не умеет. И вот мы, как бы, мир уже завоевали, там, саму облака, саму андроид, смотри, еще различные, и вся тема open source подхода к развитию вселенной айтишной очень клево работает, да, там, половина продуктов реально содержит, там, более 80% open source. Но есть проблема в том, что, грубо говоря, это мало в данный момент эффективно медицину, это в данный момент мало эффективно науку. И вот в этом докладе Марк сопоставлял, как бы, различные идеи того, что можно было бы сделать, ну, Linux-обществу, нам, что мы, вообще говоря, должны делать, вообще говоря, исходя из нашего, не знаю, воспитания некоторого обязанностей перед обществом, это научить общество взаимодействовать точно таким же образом для решения медицинских задач, фармакологических, различные темы, связанные с, ну, с правительством, да, обучить правительство вместе взаимодействовать. Второй, как бы, важный момент, ну, на самом деле, там, кернергия и так далее. Короче, Linux мы научиться делать научились, open source мы делать научили, и вот он мотивировал, давайте это обучать всех остальных людей. И вообще говоря, будущее открыто, и у нас уже есть навыки по организации труда в проектах, которые могут быть очень полезны сообществу, но не связанных с этим. У другой части мира этих навыков нет. Они, может быть, умнее в медицине, умнее в таких правительственных штуках, в энергетических, но они не умеют взаимодействовать. Ну, и там, Linux Platform for Innovation, там, все, что касается технического и так далее. Дальше был доклад от Twitter, от CTO, по-моему, Криса, вот, рассказали о том, какие они большие, как они медленно перестраивались. Вот, в первой строчке приведены потрясающие цифры, у них там до пики 150 тысяч было Twitter сообщений в секунду. Такой вот очень прикольный, очень нагруженный сервис. Но для меня самым интересным, как бы, фактом, который вот был потом с моего поста в широко растиражирован, поднявшую тему. Вот, когда вы делаете определенные продукты, в определенный момент, особенности, пусть текущие модные тенденции, давайте делать продукты масштабируемые и так далее, появляется следующая проблема, вы продукты сделали масштабируемым, а потом вы начинаете туда кидать машины, и он, как бы, масштабируется, и как бы бизнес-проблема решена. Все бы хорошо, но есть две проблемы. Зачастую все равно всегда остаются решения, которые стоит взять и переобдумать. Вообще говоря, добрасывание машин на проблему, это не всегда лучшее решение. Есть всегда более качественные решения. И пока, грубо говоря, у вас получается добрасывать машину на проблему, да, там, добавили машину, стало легче, там, производительность возросла, или новую нагрузку стали держать. Надо понимать, что всегда будет точка отказа. Это нельзя будет делать бесконечно. Вот, и товарищи в какой-то момент, когда они добрасывали машину, поняли, что надо остановиться и полностью передумать. Вот, передумывание у них случилось в том, что они перешли с рельсов на ЖАУ, вот, точнее, не на ЖАУ, а на ЖВМ, и на все количество языков, которые поверх ЖВМ и работает, которые между собой техноинтегрируются. Там, многие говорили, в статьях в интернете писали про скалы, но это просто, там, популярный кусочек в одном из кусочков. Вот, а так, вообще говоря, там весь ку-поинт был в том, что переходы на ЖВМ, единую платформу вокруг ЖВМ, и с сохранением возможности продуктивно прорабатывать на всем другом. Ну, еще вот, там, вот, МЕЗОС, МЕЗОС, еще пару, там, интересных тулов они показали, которые им позволяют, там, различные мониторинги делать, рекомендую ознакомиться. Там, вот, ЗИПЛИН, МЕЗОС. Ну, и, интересно, еще одну концепцию товарищ поднял, вот, с ростом нагрузки, с ростом количества машин, которые у вас есть в дата-центре, возникает интересная проблема, когда вы начинаете машины специализировать, у вас каждая машина занимается определенной задачей, может возникнуть ситуация, и у них, в конце концов, возникло, что определенные, там, не знаю, там, ходу по них считает 30% по ночам, что-то другое работает 30% днем, и, вообще говоря, ну, машин в кластер в среднем простаивает 70%, ну, в общем, грустно. И тут он, по крайней мере, первый на этой конференции, и первый для меня поднял проблему, что, вообще говоря, хорошо бы весь кластер рассматривать, наверное, как обычный комп, в том плане, что, если вы посмотрите на ваш обычный комп, да, когда на нем загружена задача, когда он перегружен, в каждой задаче дается определенный квант. И когда он не загружен, да, у вас, как бы, определенные задачи могут потреблять, там, 100% ЦПУ. Ну, нет проблем, там, ЛС употребить 100% ЦПУ и быстро выполнить свою задачу. Вот, а в современных дата-центрах это не так. Вы обычно выделяете машины под определенные задачи, и они простаивают. Вот, как бы он, вот, поднял эту тему и рассказал, что у них, в целом, у них получилось что-то из разряда, кто поднимает специфику, на каждую железную машину, ну, засунуть по кусочку различных задач, которые выполняются в различное время. Вот, и после этого также еще и динамически мигрировать. Фактически, вот, началась там, ночью начали они, там, на Ходопе собирать статистику, что-то обсчитывать, видя свободные ноды, которые не загружены, залили на них имидж, который он умеет считать, он и начал считать. Посчитал, как бы, забрали с него. Но даже в случае чего каких-то проблем, вопросов не возникает. Но облака, когда делают, да, вот, все равно нужно заняться менеджментом, то, что у тебя, ну, на это, на конкретный физический удел, сколько ты зальешь различных типов. И возникает вопрос, что нужно еще рам-тайм динамично делать. Да, то есть, вот, небольшой такой шаг вперед. Не то, чтобы это сверхновые концепты, нет, небольшой шаг вперед, что у тебя система должна иметь возможность залить имидж, который нужную работу делает сейчас, ну, на все ноды, или на большинство, или часть работы. Но поинт именно в том, что, ну, скажем так, облака это скорее ручной подход. Ты все равно выбираешь там или не выбираешь решение, или твой там товарищ выбирает или не выбирает. Вот, ну, в смысле, тем, чем этими услугами пользуешься. Следующий доклад, который я посетил, был доклад от какой-то, я, к сожалению, забыл фамилию, имя и не записал. Вот, дамы, которые из какой-то коммерческой компании, которые занимаются разработкой коммерческого решения, связанным с дебадингом приложений, вот, и она, вот, у них продукт строится вокруг LDPL, вот, они сделали отличный обзорный доклад на эту тему, что у нас вообще, говоря, в Linux'е бывает там с точки зрения отладки и поиска проблем и так далее. Спасибо. Да. Размари и Фрэнсис. Размари и Фрэнсис. Спасибо. Вот. Итак, когда мы возникнет отлаживаем проблем, у нас, ну, первые два тла, которые берутся в руки, GDB Wallgrind, они хорошие, но есть две проблемы. Первая проблема, они очень низкоуровневые и дают очень такой гранулярный взгляд на вещи, очень глубинный, скажем так, взряд, и в результате этого вы, с одной стороны, не получаете картины целиком, как она в целом работает, там, хорошо, плохо. Как там, в целом, какую-то большую статистику собрать сложно получается. Во-вторых, все эти тулы, они, вообще говоря, в общем случае, меняют поведение приложения. У вас приложение там, например, могло течь, там, или иметь проблемы при перескакивании между трендами. Вот, какие-то race condition, и вы с помощью GDB так или иначе отлаживая его замедлили, проблема перестала повторяться. Вот. Второй, если интересный тул, который там достаточно популярный в embedded, там, ее кто развивает, это undo. Ну, идея достаточно проста. Делаем снапшоты раз в какое-то время, таск, и если что-то сломалось, у нас есть возможность откатиться назад, повториться, там, подсталадить, посмотреть, в каком она находилась состоянии, получить какой-то снапшот с системой до отката. Это уже не потребляет такого количества ресурсов, поэтому, ну, приложение гораздо более живое, проблемы повторяются. Стрейс и лтрейс тоже очень хорошие, но, опять же, там проблема, что у вас количество outpays статистики должно быть очень много, надо писать тулы, которые это агрегируют. Ну, и, в общем, идея в том, что у нас есть потрясающий механизм, когда мы начинаем делать такие вещи, это, ну, давайте вмешиваться в наши функции, собирать статистику сами. Инструмент, который, ну, мы все, там, знаем, это LDPilot. Вот, как самый популярный пример, Yocta с помощью LDPilot делает фейковые суда. Вот, у них есть тул, вот, Pseudo, очень отличный тул, может кому-то пригодиться. Позволяет обмануть ваше приложение, чтобы оно начало считать, что оно работает под рутом. Да. Ты не разбирался, в чем разница, собственно, этого самого Yocta от fake root, а в чем отличается? Нет, я не разбирался, рекомендую поговорить с Владом Шаховым, он когда-то очень сильно разбирался. Yocta это не совсем, чтобы fake root, это... Нет, Yocta Project, это, ну, Pseudo, Pseudo, у него единственное отличие, насколько я правильно понял, у них результаты обращения, как бы, из запросов к root можно положить в SQLite-овскую базу и в SQLite-овской базе их менеджменте описывать. В этом-то и фича, да, то есть там не просто там какие-то дефолтные значения, ты описываешь при вызове каких-то там рутовых вещей, ну, рутовых операций, ты в SQLite-е сохраняешь информацию о том, что должно вернуть. Она, соответственно, тесно с ним синтегрирована и... Разница в реализации, так круто, насколько я знаю, держится в памяти. Только в этом разница? Нет, вы держите в файлике, точка. Точно в файлике? Разрешение на файлы, он, например, держит в файл. Тут дело не в разрешениях, а в том, что при открытии, например, файлика, не знаю, dev, в очень важное устройство, вы не получите там фейл или не получите отсутствие файла, вы можете в SQLite сохранить значения, которые должны быть прочитаны. То есть позволяет сохранить, ну, возвращать из операторов не просто там нул или какое-то там отсутствие, а описание того, что должно вернуть. Ну, интеграция где-то в районе SQLite. И я не разбирался сам, это из ее описания. Вот, интеграция с SQLite-ом, хранение результатов. Вот, но правда, когда мы делаем лдоприлот, есть всякие различные крутые штуки, там проблемы, что, говоря, на уровне глипси может быть несколько функций, и у вас может быть несколько библиотек, которые используют различную версию одной и той же функции. Вот, там появляется еще больше проблем, на самом деле, когда вы менеджите какое-то взаимодействие между процессов, начинаете отлаживать, да, когда у вас там, например, 10 процессов работают, между собой взаимодействуют, надо как-то так не собирать метрики. Вот, есть такой достаточно популярный, там, ну, подход, методология Big Data, что давайте соберем все данные, а потом будем искать корреляции. Опять проблема, что сбор слишком большого количества данных вызывает такое замедление приложений, что вам эти данные становятся нерелевантны. Ну, грубо говоря, вот штука, которая мне понравилась с самого доклада, вот, больше всего, это вот, вот эта вот идея. Это хватит писать, ну, точнее, мы все уже знаем, что надо писать приложения для тестирования, хорошо бы писать также наши приложения, чтобы они были очень готовы к профилированию, чтобы вот можно было брать и собирать статистику. Вообще, доклад закончился комментарием из зала от разработчиков LTT NG, что огромное количество проблем, которые вот эти вот тулы имеют, они вот уже решены в проекте LTT NG, что нужно его использовать, и будет вам счастье. Я, к сожалению, на другие доклады по LTT NG не попал, но, говорят, оно действительно интересно. Да, то есть стоит попробовать LTT NG. Слушай, а о чем тут на слайде вот эти там мультимашин джопс, успенд ресингов, дропроводизация? Ну, это проблема профилирования и отладки проблем, когда у тебя множество машин. В первую очередь профилирование, да, когда у тебя участвует в твоем воркфлоу приложении какой-то mxmlrpc, какой-то браузер, какие-то бакграунды, работы делают, и тебе нужно собрать какую-то статистику и метрики того, почему оно тормозит. Вся задача, вот да, у тебя есть задача, пользователь что-то нажал в браузере, ну что-то куда-то обратилось, там большая система, базы данных поучаствовали, и вопрос, куда потратилось 3 секунды, что оптимизировать, где искать проблему. И в итоге где ее искать? Где и где? Проблема не где ее искать, а как проблема начинается гораздо раньше, как собрать статистику, чтобы понять, где ее искать. Насколько я понял из названий других докладов, вот LTC NG и куча тулов, и вся инфраструктура, которая сейчас вокруг него развивается, является хорошим ответом. Ну вот эта компания, с которой она рассказывала, продает собственный продукт, но это как бы неинтересный ответ для нас. LTC NG — интересный ответ. Поехали дальше. Следующий доклад, который я посетил, был про то, что у нетворкмонагера недавно изменилась архитектура, и в общем доклад был больше ни о чем. Да, они изменили архитектуру, вот. На самом деле главная задача, для которой они это сделали, для того, чтобы нетворкмонагер стала возможной использовать в серверах на продакшене, вот, чтобы он был, ведал себя хорошо, чтобы видел конфигурации, сделанные другими тулами и не конфликтовал с ними. Вот, много в нем фичей, много умеют. Единственное, что я сделал вывод, что в Линуксе все еще очень плохо с IPv6 на десктопах, но там многие вещи не поддерживаются, которые хотелось бы. Например? Ой, всевозможные адвансы штуки при конфигурации сети, при воспонимании того, ну... На странице Fedora, вот на тему IPv6, на странице с нетворкмонагером есть куча писания проблем того, что сейчас не работает, из-за керниловских багов и так далее. Ну, там, не вспомню сейчас конкретно, но как-то очень больно мне показалось и даже страшно к использованию. Интересный вопрос, который вот является с темой, там, когда нетворкмонагер, если его делать основой основ, что должно происходить при перезапуске сети, при рестарте нетворкмонагера, должно ли все пропасть, или все, или еще как там должно быть. Ну, так вообще, с большего доклада, ну, скорее ни о чем. Ну, мне, как неразработчику нетворкмонагера, он был неинтересен. Следующий доклад, который я посетил, вот, мне очень-очень понравился, был Мэтью Гаррита, товарищ, обсуждал все проблемы, которые у нас бывают в фирмваре, и вот, ну, начал мой мозг перестраивать с самого начала. Первый момент, который меня действительно возмутил, а потом я как бы с ним согласился, что многие железки, многие железки отличаются только фирмварей. Ну, вообще, это единственное. И это вот просто различные вендоры, они пишут свои фирмваре давно, долго их продолжают развивать, но в конце концов заканчивается тем, что железка от Юлит Паркварт, от железки от Асуса, там, будь то видеокарта, какой-то USB-штукой, или еще какая-нибудь, будет отличаться только фирмварей. И вообще говоря, в фирмваре на него можно смотреть с точки зрения того, что это вообще набор правил от вендора. Как вы этим устройством можно пользоваться, а как нельзя? Можно бы не повышать чистоту, нельзя, а что можно с ним делать, а что нет? Короче говоря, штука с ограничениями. Дальше, кого надо заключать, а в том, что, вообще говоря, в фирмваре делает все то же самое, что мы считаем, что должна делать ОС. Но тут, как бы, прикольная фича. ОС никогда не знает то, что делает фирмваре. Фирмваре не говорит об этом. Оно просто сделало, вот устройство готово. А потом у вас начинается проблема, что у вас видеокарта при перезагрузке не запускается, ее надо включить и выключить, или еще какой-нибудь беды с 3G модемом, или с GPS, который включается только после того, как вы к 3G приконнектитесь. Вот, все это из-за того, что ОС вообще не может взаимодействовать с ним. В ЦПИ 5.0 появился, как бы, уже движение определенное в ту сторону, как бы на унификацию протокола, что с фирмваре можно будет разговаривать. Академический пример, академический пример, кто сталкивался, вообще говоря, вот ту вот картинку, которая при старте ноутбука запускается, там, будь то Lenovo, Windows 8 или еще что-нибудь, ее можно менять. Вот, ну это совсем смешной пример. Да, ее можно менять, можно подменить, и винда умеет в эту картинку не просто менять, она умеет снизу прогресс-бар рисовать, вот, чтобы она там красиво грузилась. Вообще, в Linux, отвратительная ситуация с взаимодействием фирмваре, в винде все гораздо лучше, у них есть потрясающий VMI интерфейс, который настолько крут и настолько удобен, что для, ну я не буду говорить слово криворуких, но для особенных разработчиков различного фирмваря есть, он настолько удобен и прост, а то, что прочее всегда используется, что именно эта причина, почему многие разработчики различных фирмварей используют VMI интерфейс, драйверов для своих устройств, и потом не заморачиваются Linux вообще. Да, у них Linux не рынок, винда им дала отличный интерфейс, удобный интерфейс в VMI по взаимодействию с фирмваре, на нем очень удобно писать, и после этого у вас под Linux то, что происходит. Дальше штука, которая начинается, что вообще говоря, если вы решили что-то починить, первая мысль, как это действие, давайте почитайте документацию по CPU и UEFI, и это, в общем, первое действие, которое делают точно не надо никогда. Главная проблема в том, что устройство, ну, Мэтью Геррит сказал, что он не нашел ни одного устройства, который поддерживает эту спецификацию полностью. То есть у вас может быть устройство, на котором есть лампочки, и согласно спецификации идут следующие команды по USB, но она не будет конкретно вас моргать. Ну, потому что разработчики там в фирмваре решили, что нет, мы сделаем по-другому, по-своему. Вот, поэтому вот есть статья отличная, будет презентация выложена, вот Мэтью Геррит, написано два года, как вообще, говорят, добавлять, там влезть в различные фирмваре штуки с разным Linux, то есть, грубо говоря, там в SUS есть по несколько интерфейсов, ну, в SUSFS, который говорит о том, что Linux уже удалось добыть информацию по фирмваре, там можно дальше копать, находить различные типа устройств, угадывать, что они делают, потом бы хорошо где-то с виндой проинтегрироваться и вот этот VMI запустить его. Опять же, в той статье, я не помню название тулы, но там есть описание тулы, которое, в принципе, неплохо работает подвайным и дает какое-то понимание, ощущение экспериментировать. Следующая штука, о которой он рассказал, в которую сторону сейчас двигается развитие фирмваре, это что вот, сам Солюшн сталкивался, я не знаю, это разработка различных BMC, которым вендор предоставляет XML-RPC интерфейс. Еще раз, фактически предполагается идея, что в будущем у вас будут устройства, и Linux kernel должен будет к ним пообращаться по XML-RPC. Ну, просто what the fuck? И, как бы, в данный момент позиции Linux kernel-гаев нет, этого не будет никогда. Ну, на ближайшие пару лет они не хотят такое поддерживать, это выглядит каким-то бензумием, но в будущем у нас в фирмваре могут быть очень-очень большие проблемы, еще большие, чем теперь. Ну, и еще один такой поинт, о чем уже стоит ознакомиться, что, на самом деле, определенные шаги по унификации делаются, и у EFI в плане там, discoverability devices, поиска различной информации на нем, понимание того, как с ними взаимодействовать, у него серьезно много унификаций, чем более позже выходит лаптоп или еще какое-то устройство, тем более качественно оно поддерживается, и, в принципе, это какой-то шаг вперед, чтобы с этим можно было вздохнуть и там не страдать. Какие-то комментарии, прежде чем я дальше? Я считаю XML и РПЦ хорошей идеей. Возможно, кто-то со мной не согласится и не согласятся очень многие. Но XML и РПЦ из Linux kernel — это... А это может оказаться необходимым, чтобы запустить ваш жесткий диск через два года. В NetBSD, я знаю, тут недавно ло добавили, возможно, не умнее и готовятся. Следующий доклад, который я посетил, был некоторым продолжением. Это рассказ о том, что у нас происходит с CPI в современном или в большем мире. Очень сложный для меня доклад. Товарищ ушел в внутреннее понимание того, что у CPI есть, вообще говоря, собственный язык, его можно там декомпилировать. Там есть CPI-дамп, он именно это и делает, в смысле добывает исходник. Там есть отдельный компилятор на email можно писать. Что, вообще говоря, всю CPI-информацию можно получить в виде дерева. Там бывают данные, бывает само дерево, бывает код. Все это, в принципе, можно декомпилировать. Результат появляется, жавоподобный язык, на котором можно писать. И, в общем, это вот достаточно интересная штука, если вам вот хочется повозиться, там, поизучать, что делает ваше устройство или там как-то его починить. Зачастую все ради этого делается. Отдельная тема, как бы такая простая штука, остановлюсь, которую товарищи писал, это всевозможные действия, которые у нас происходят при оттачи-детачи устройств. Вот. В CPI, например, есть две интересные штуки. Первая штука, что, вообще говоря, в спецификации API, а CPI написано, что любое устройство должно о себе рассказать... А, это даже Мэтью Гаррит, sorry. Это вот Мэтью Гаррит рассказал, там было просто продолжение. Вообще говоря, любое устройство, вот здесь есть понятие Physical Device Location, но по CPI рассказывает о себе, какого оно цвета, где оно находится, какого оно размера, и еще очень много прикольной информации. Linux, к сожалению или к счастью, этим всем не пользуется. Я сталкивался с некоторыми устройствами, у которых это можно было прочитать, но потом оказывается, что если в соответствующую страничку зайти, это правда не CPI было, это другое устройство, тем не менее. Вот. Там была настройка, причем это доступно сразу же пользователю устройства. А, нет, стоп, с админскими правами. Ты мог поменять описание цвета. Если он реально черный, ты говоришь, он фиолетовый. И все. Все, что ты его будешь вставлять, он в описании устройства в соответствующем приложении. Будет описан вот бла-бла-бла, цвет фиолетовый. Отлично. Единственное, что в Linux'е используется, это понятие того, является ли device detachable. Ну, то есть, можно ли его eject-нуть. А расскажи чуть подробнее про VMI, который Windows... Да я тебя отправлю вот в эту статью, боя дурак. А, окей. Все, что я понял, что VMI очень клевый и удобный для программистов, а мы в Linux'е в такой же, потому что у нас не так удобно. Ну, вообще говоря, kernel в данный момент Linux умеет общаться с устройством либо напрямую, когда вот товарищи мы действительно не поленились на связи с устройством, либо через вот эти вот ACPI-ные всякие языки, штуки. Вот этот вариант через ACPI общаться, он вообще говоря, в общем случае плохой. Ну, у меня ноутбук при загрузке пять раз пишет, что у меня в ACPI-таблицах какой-то бред. Мне страшно что-то делать, но кто-то что-то делает. Вот. По плане там аджектности, вообще говоря, там есть ACPI-таблиц, теперь понятия такие, что вы говоря, ваше устройство, как пример, может запросить тот факт, что его сейчас будут reject-ить. Ваша система к этому подготовится и разрешит это сделать. Ну, там понятно, флешки можно доставать каким-то образом, но когда вы достаете, флешки, конечно, не тот пример. Идеальный пример, когда флешка, вы там, не знаю, на этой флешке какую-нибудь абстрактную, нажимаете кнопочку, я сейчас тебя reject, а в eject, ОС получает об этом сигнал, готовится к нему и дотачится. Я, например, когда в своем магическом ноутбуке клавиатуру отключаю, там нажимаю кнопку, ОС получает информацию о том, что сейчас будет отдотачено такие-то устройства, готовится к этому. Вообще, я говорю, нифига не делает, только влог информацию пишет, что она узнала, что сейчас будет отдотачено. Да. Вот. Ну и потом вот такие вот eject requests. Особенно полезным может быть на серверах, когда вот hotplug CPU, hotplug memory, когда инженер не должен обращаться о QS, ему вообще это не надо делать, а подходит к серверу, там рядом с какой-то планочкой памяти, теоретически или практически, говорят, перед выниманием каких-то шасси и так далее, нажимает кнопку, дождается, пока кнопочка загорится соседней зеленым о том, что устройство можно eject, очень удобно как бы. И на самом деле, как сказал докладчик, главная тема, для чего это делалось. Различные сервера и вот этот вот админский интерфейс. Скажем так, чтобы инженер в дата-центре, ему не надо было доступ к QS, уметь не надо было отправлять команду. Если кто-то представляет, как ejectнуть CPU, там надо сначала его задизейблить, отправить команду, это не очень приятно получается. Цервер, человек, который eject, который eject, должен обрабатывать админскими правами. Тут чуть проще. Подошел, нажал кнопку, ОС узнал, что сейчас будет reject, есть уже серверки в продакшене, которые можно купить с этой фичи? Не знаю. Следующий доклад, который я посетил, был про снапшоты памяти в Оверте. Это такой фронтенд над КВМ, который активно разрабатывается. Тут две мысли. Первая мысль тем, что снапшоты памяти действительно есть, и они активно работают, помогают лайфмигрировать. Вторая такая очень мысль, которая мне понравилась, она, наверное, достаточно еще видна в Оверте. Наверное, и в ваших виртуальных машинах я там активно не пользуюсь, но так или иначе, хорошо бы иметь такую фичу, которая называется «тестировать», кнопку, которая тестирует ваш снапшот. Когда она делает, на него ничего не пишет, причем это в том числе снапшот памяти. Тут такая мысль возникла, повторение мысли, что бэкапы нужно не только делать, их нужно проверять, что они восстанавливаются. В открытку примерно такой, вы сделали снапшот, рядышком запустили его, убедились, что он именно в том состоянии, что он сделал, что он валиден, что он выглядит, является именно тем, чем является, а потом его выключили. И вы всегда знаете, что вы всегда можете запустить именно это состояние. Короче, нужно проверять бэкапы, когда вы их сделали, даже если это снапшот виртуальной машины, если вы что-нибудь там интересное делаете. Превью снапшота. Ух. Следующий доклад был таким, опять же, это был Keynote уже на следующий день от MacDevini, не помню, из какой он компании, но пойнт в том, что стандартный, ну не bullshit, но такой большой, очень умный доклад большого дядьки, который рассказал о том, что вообще говоря, мы ждем в мире IPI, что облака в данный момент является основой для бизнеса, что, грубо говоря, бизнес уже привык к тому, что и будет наезжать на инженеров, которые будут говорить, что, ой, чтобы мне это задеплоить, мне нужно там два месяца или месяц там сервак готовить. Нет, они хотят, чтобы вот было как-то челк-челк, все готово, и в принципе инфраструктура облаков к этому готова, и ее, ну бизнес рассчитывает, что ее будут активно использовать. Вот, что вообще говоря, по разработке любого сервиса самая важная штука является его API, ну в современном мире, и чем лучше API, чем его более просто использовать, тем оно будет более популярным, и собственно ключ к успеху это собственно API. И вот point, который мне очень понравился, не нужно бояться ошибок, нужно бояться не учиться на них, все делают ошибки, вот, и особенно это характерно для вот современного сейчас скачка в те области, которые, ну не изучают в школе, да, там не сортировки пишем, а в облака application нажаве деплоем, да, будут ошибки, надо быть к ним готовым, но надо стараться на них всегда учиться, да, обязательно, иначе оно фейл. Следующая была панель всяких вообще больших боссов из IBM и прочих, которые, а, я вспомнил, это был товарищ из IBM, вот, которые обсуждали между собой, к чему ведут облака, нет, я не очень внимательно слушаю, мне показалось это совсем неинтересно. Так, следующий доклад был от Samsung, опять же Keynote, о том, как Samsung прошел длинную цепочку в своем развитии, от того, что они были просто потребителями, потом взаимодействовали, потом контрибьюторами, а в данный момент они лидеры, инноваторы, да, действительно, то, что они сейчас творятся с андроидом, они зачастую делают первыми в мире, что потом все перенимают как фичи. в смысле, в смысле, этот, локум по регионам, ну, ну, вообще, с точки зрения бизнеса звучит не очень красиво, а с точки зрения технологических, ну, интересная задачка. Да. Я как инженер, ну, интересно. Инженер, я одобряю, пользователь, ну, как вы, вот, вообще говоря, в данный момент Samsung является седьмым контрибьютором в Linux kernel, то есть, это, он очень активно занимается коммитом драйверов для своих железок в ядро, ну, наверное, самая крупная компания из мобильных в данный момент, и, ну, реально, не замыкаются в себе, и это я говорю не про андроидовское ядро, а про пабликовское, которое в мейнстриме. Вот. И еще одна штука, он поднял такую тему, в которой мне достаточно бреска, и все мы ей тут немножко занимаемся. Раньше было модно говорить о том, что вы делаете продукт, не то, что модно, считалось даже хорошим тоном, очень хорошим тоном, если вы часть продукта выкладываете в open source, то, что является бизнес value. Samsung поднял этот вопрос еще следующую тему, что в современном мире важно не только выкладывать продукты в open source, очень важно заниматься образованием. В современном мире зачастую единственным толчком образования являются компании, и когда компания не занимается образованием людей, даже не сотрудников, не своих сотрудников, не своих будущих сотрудников, а просто людей, то она вообще говоря, ну, не очень, ну, в общем, карма у тех компаний, которые занимаются образованием гораздо выше, и в современном мире это становится все важнее и важнее. Вузы больше не выполняют свои задачи, компания, в принципе, могут выполнять свои задачи, компания обладает знаниями, чему что ждет, и вкладываться в образование становится все важнее и важнее и важнее. в конце концов, это может вас привести вот к той позиции, которая вот плодает сейчас в консультуре, к лидершипу и инновейшнам. Конечно же, это все про очень большие компании, вот, у которых есть на это ресурсы, есть возможности, есть принимание, есть, произошел определенный этап взросления. Кто-то из больших дядек в процессе своего доклада пошутил, что-то вроде, кто-нибудь в зале думает, что разработчик растет на деревне. Там было по-другому, но такая шутка была. Залпас менялся. Все понимают, что их нужно готовить. Скажите, а концепция такая, что образование не набор практик, а система мышления, которая в данный момент дается в образовании, она пригодна для придумывания собственных алгоритмов, для придумывания того, как, не знаю, там, понимать мир, какие-то базовые концепции того, что мир развивается по спирали. Sorry, но это очень далеко от того, что в данный момент нужно современному IT. Я говорю сейчас не про практические навыки, об изучении андроиду, но понимание того, какой вообще пайплайн в данный момент в разработке бизнес-продукта, в участии которого взаимодействуют тысячи человек. Когда в вузах, простите, мы лабы нет, но не делаем совместно. 20 лет назад я делал лабу совместно. Теперь уже нет. Пынкин с тобой не согласится. Ты такой стал. Определенный пайплайн разработки железных устройств. Понимание того, как важно делать совместно, на каких уровнях взаимодействовать. Вообще, хотя бы понимание того, что такое фермварь, какую роль он выполняет и как оно должно работать. Очень многие вещи... Максим, можно я по-русски скажу? В принципе, на FPM, на капельной технологии программирования, в общем-то, было довольно в свое время, и кафельной ситуации не поменялась в кучу сторону. Очень много было разговоров на тему разработки в коллективе. Очень много было разговоров на тему взаимодействия пользователя, заказчика и разработчика. То есть кастома разработчика. В принципе, на самом деле, на FPM, на капельной технологии программирования, по крайней мере, эти вопросы точно поднимались в свое время. Я думаю, что сейчас хуже не стало. То есть, как минимум, места, где об этом упоминают, есть. И были уже очень давно. То есть есть люди, которые понимают прекрасно и понимают очень давно. Это как бы один из поинтов. Нет, есть один из... Это все-таки, грубо говоря, это всего лишь один из пунктов, то, что в современном мире современному инженеру надо. Там понимание, как работать в группе, да? Там, например, дизайн веб-аппликейшенов. Где у нас хоть близко к этому подход? А если у нас, простите, есть уже понятие, там, не знаю, в Европе, ну, сейчас, в данный момент, ты действительно можешь закончить университет, а потом всю жизнь заниматься разработкой какой-то усткой специализации. Будь то Android, будь то дизайн железа, будь то веб. Вот. И тебя и вузы этому фактически не учат. Даже базовым навыкам, которые нужны для того, чтобы программировать веб. Раньше образование тоже было частным про то, как придумывать алгоритмы. Оно было частным. Точно таким же, как сейчас может быть частным или, в общем, понятие того, что нужно делать под веб. Окей, поехали дальше. Ёша, это ты? А, окей, сори, вот это было дальше. Потом, соответственно, сели разработчики общаться на тему того, как они разрабатывают Linux kernel. Вроде как разрабатывают хорошо, отдельного шедулера для CPU не будет в ближайшее время, пока майн-трейнер тот, кем он является. Питер, не помню, неважно. Вот, даже для ARM, даже для права мейл-менеджмента. Развитие идет в другую сторону. Бессмысленно отправлять разработчикам приватные письма, они отправляются в DevZenom, пишите в мейл-листы. Не бойтесь писать в мейл-листы, не бойтесь задавать вопросы в мейл-листы, вам будут стараться ответы. Зачастую не те люди, которые вы надеетесь от них получать ответ, но другие, которые тоже читают мейл-лист и которые будут стараться вам помочь. Device 3 и с ним до сих пор беда в ARM, но это понятно. Второй интересный момент, который мне понравился, как бы на тему security, было несколько вопросов, вот уж у так уточнений, но вообще говоря, ну, в Linux kernel комьюнити в экскуртуре принято бэди фиксить вот сразу же, и они пока не знают, что можно придумать лучше, чем фиксить их сразу же. Не делать их. Сложно, мы все люди, тут дальше будут про это докладывать. Ну, про панельные доклады, такие вот обзоры, они были больше для развлечений. Так, следующая штука, которая пошла, это systemd and spawn. Это такой черут на стероидах. Написан тул исключительно для тестовых внутренних нужд, чтобы и LXC и прочее не использовать для оверкила. Он используется там в конкретно очень много в тестах systemd. Вообще говоря, современные дистрибутивы умеют бустрапиться в одну строку, а второй строкой с помощью systemd and spawn их можно запустить, загрузить, ну, просто полностью, полный цикл загрузки. Можно рассматривать его как еще более lightweight решение, чем LXC. Вот. В принципе, все. Пару демок было, ну, достаточно интересно познакомиться. Правда, ну, еще один поинт, там до сих пор есть определенные баги в различных штуках. Вот. В данный момент там systemd and spawn просто после Voodoo может не отработать, но в EDR 20 не стараются это починить. Следующая развлекательная тусовка была с Linux-ом Торольцем. Дик Хохмдл — это какой-то большой дядька-менеджер из Intel и Open Source. Были глава или еще что-то? Не важно. Все равно, что все общались с Linux, у него спрашивали, как дела и все такое. Ну, первое направление на Linux счастлив, то, что в последнее время у разработки Linux-кернила нет больших проблем. Там, последние релизы без больших фейлов. Второй пункт, достаточно интересный, что, вообще говоря, быть монетарным, ароматский труд. Им очень сложно стать, надо сначала завоевать доверие, а потом ты должен пахать 24 на 7, и, в общем, безблагодарной работы, никто не хочет быть майн-тейнерами, особенно больших подсистем. как-то, ну, не важно. Вот, Linux, очевидно, использует Open Source, потому что это ВАЛВ весело и интересно. Его до сих пор интересует десктоп в первую очередь, все остальное не важно. Вообще говоря, вот тут можно долго не рассказывать, будет презентация, вот эта ссылка, там, отдельную статью товарищи подготовили на тему, что же Linux там говорил. Увольняться не собирается, не знаю, все будет развиваться самым тем. В интервенте микроса? Нет, не думаю. Хотя, важно. Вот, следующий был доклад, который очень понравился аудиторию, я, который понял, я понял его по словам, да, а вообще боль, которую сейчас испытывают европейцы, я не очень понимаю, наверное, потому что еще не дорос, и вообще, вы, возможно, тоже не доросли. В данный момент в Европе есть огромная проблема, их очень беспокоит тема privacy, а то, что их сейчас больше всего беспокоит после всяких историй всплывающих относительно глобального содержания за всеми, там, после открытия документов, призмов и так далее, о том, что, вообще говоря, Америка следит за всеми, и вообще говоря, современный интернет очень похож на колонию. Был отличный дентрализованный Skype, у которого было и N2N-шифрование, теперь его купила американская компания, трафик пустилась через центр, не стоит больше доверять Skype. Facebook находится в Америке, мы очень много доверяем своих данных интернету, и вообще говоря, поисковики знают про нас больше, чем наши семьи. Подумайте об этом, поисковик, и кто-то обретает этими знаниями, а вас, он знает о вас все гораздо больше. Можете вспомнить 100 своих последних запросов, поисковик. Да, есть такой. Он есть такой. В данный момент, вот мы, например, как в Wargaming, когда допускаем игрушки в Европе, нам приходят в запросе, да, есть полный конкретный workflow, приходит запрос, удалите меня. Для них это актуально широко, но в плане Гугла и так далее, законов, им же надо будет как-то повлиять на американскую корпорацию. Это вот проблема. И поинт доклада, он вообще говоря, собрал очень-очень много потом аплодисментов, это было очень близки европейцам, но поинт в том, что давайте делать open source, давайте вот это будет вот самым нашим вторым фронтом против Америки, и мы с нашими тулзами, нами сделанными открытыми методами шифрования, которым мы можем доверять, вот сможем со всем этим бороться, если как бы вместе объединимся. Вау! Следующий доклад, который я посетил, это была пара докладов на тему безопасности, я вот оставил специально такую резаную вырезку, там про все, что было стандартные технологии защиты и атаки программ, вебовских приложений, вебовских сайтах, особенно если кто там, ну много было на тему примеров PHP и с интересным, вот Константил Рябинсов, он работает вообще в Linux Foundation, поддерживает инфраструктуру kernel.org, в общем говоря, умный админ, он очень интересно начал свое выступление, он начал его выступление с очень русским акцентом, русским акцентом из американских фильмов, вот на тему того, что доклад на тему security от русского чувака будет клевым, потому что все знают, что русские, ну там вот такие вот, но правда казалось, что он канадец, вот он, ну его семья, возможно, выходцы из России, но вообще говоря, он канадец, я вообще искренне считал, что он из России, все до этого времени, то это я думал, почему у него такой странный англич, на руглич совсем не похож, он канадец, и так, о чем было интересно, ну, чтобы не удаваться, я не хочу выдаваться в подробности, первый пункт, люди сделаны из мяса, это проблема, они делают ошибки, это вот, писать без ошибок человек не может, существо из мяса не может писать без ошибок, надо искать что-то другое, да, второй поинт, который мы сделали, шифрование, это то, ну, что очень, ну, тема настолько глубокая и настолько сложная, что с ней очень-очень сложно взаимодействовать, и большинство людей с ней всегда делают ошибки. По сути дела, шифрование, это же не, всеобщее решение, это инструменты, инструментам можно напороть проблем еще больше. Этим инструментам очень легко напороть проблемы, очень легко, потому что, чтобы им пользоваться, вообще говоря, наверное, надо сдавать на права, вот, аналогично, чтобы пользоваться, прежде чем пользоваться хоть какой-нибудь там хэш-функцией или функцией криптования. Ну, я искренне считаю, что так нужно делать, иначе жесть какая-то получается. У меня лично получается жесть. Вот, персональный ответ, это вообще бэкдор, вообще открытый. Люди никогда не помнят свои ответы, а если он не их помнит, то не настолько очевидно, что их легко угадать. Ну, капчи в данный момент не работают, можно сказать. С точки зрения security, самая потрясающая штука, это языки шаблонов. В них всех раньше или в какой-то определенный момент используется Eval, и все остается, ну, главным вопросом, который во всем этом является, удастся ли вам добраться до Eval, к хакеру, а вам, как программисту, заэскейпили ли вы все, что нужно, про всеми правильными способами, с учетом всех спецификов, эскейп-последователей, всяких, для того, чтобы ваш Eval, Eval, ваш template engine не отработал всякую радость. Короче, не просто плохи всегда, но мы же вынуждены им пользоваться, надо за ними всегда следить. Рекомендация была Eval не использовать вообще. Но все шаблонные системы используют Eval, да. Ну, а руками использовать Eval, это, о-о-о, это надо не, ну, да, академия, я считаю, что вот Eval, шифрование, действительно, надо вести экзамен, типа, сдачу на права, и прежде чем можешь вызвать функцию, ты должен сдать. Сдачу на права, это право владения силеном оружия. Бомбы, которые ты можешь с ним взорвать. Вот, дальше была история, связанная с Селинуксом, много его описания, многие паттерны, как его использование. Вот, я, как бы, понимаю, зачем это надо, хотя сам Селинукс я не понимаю, наверное, большинство тут не понимает, поэтому я расскажу просто некоторые базовые вещи. Селинукс, это концепция того, что вы на каждое действие навешиваете какой-то лейбл и описываете правила, что по этому лейблу можно делать, что нет. Можно ли этому, например, лейбл навешивать, можно ли этому коду, ну, бинарю, ну, бинарю или группа бинарей в случае Apache, типа, открывает сайты, там, различные url, fetch it и так далее. Главный момент, который это есть, у Селинукса есть специальный режим, в котором он ничего не запрещает, просто логирует. Очень, если вы собираетесь такую штуку внедрить, может быть интересно, ну, советую начать с этой штуки. Еще одна штука, которая вот очень популярна в клоарных разработках в World Perpet, ModSecurity, есть для патча из Nginx, казалось бы, является там, клевым решением, весь трафик, который проходит через него, он анализирует и принимает решение о том, как бы разрешать или запрещать, да, там, например, если пришел ваш ТТП-запрос, в котором есть слово select, почему это бы этот запрос просто взять и не забанить? Обычно пользователю на вашем сайте вряд ли передают слово select. Кстати, есть прикольное последствие, я не сталкивался, но вот докладчик сталкивался, может, вы сталкивались, на многих сайтах действительно есть инструкция, нельзя в пароле использовать слово select. Сталкивались? ModSecurity, вообще говоря, он гораздо сложнее, чем даже на C-Linux, и вот конфиг его это сумасшедшие rig-экспы, ну, их невозможно понять, их только можно писать и надеяться, что в них нет багов. Что? Хоть не ювалы? Нет, там просто rig-экспы, которые просто непонятны. Это самый случай, когда философам даже стирки не нужны. Да. Как бы всерозможные сканеры у невезимости на самом деле делают полезную работу, но только на самом начальном этапе они находят только популярный и известный, то есть, грубо говоря, какая-то у них база о том, что какой-то патч невалитен, пройдется по вашему продукту и скажет, что у вас стоит патч, в котором есть баги полезного по вашему аппликейшн и так далее, точно ничего не делают, очень базовый уровень проверок. Ну и конечно же вся security это на тему, сколько вы готовы потратить сил, денег и на сколько система после этого станет юзабельной. Два из трех, ну тут не два из трех, тут просто в зависимости от того, что у вас получится. Будет более юзабельный, более защищенный или более дешевый. Ну и чтобы подытожить, надо быть готовым к тому, что ваша оборона там фейлы вообще будет ломаться. Поэтому она должна быть многоуровней и на каждом уровне вы должны делать определенные решения, чтобы в случае взлома ну там не происходило каких-то бед. Окей, едем дальше. Чуть-чуть осталось. Это уже середина третьего дня. Следующий доклад, который я обошел, был об истории развития Qt Project. Докладывающий данный момент человек из Intel. Все мы знаем, что после того, как Nokia сделала из Qt продукт там Диги, компанию сделала Диги, точнее была компания Диги, которая там взяла на себя поддержку Qt, в данный момент является коммерческим вендором Qt, они теперь взаимодействуют и взаимодействуют вокруг открытого проекта Qt Project и он вообще говоря находится не в Диги, он вообще говоря где-то там действительно свободно находится, может быть даже несколько ближе, не знаю даже к кому, не важно. Вот у них есть, как мы знаем, там за последние 20 лет Qt прошла там путь своего открытия, LGL3 в данный момент возможно выйдет скоро даже просто LGL3 в продолжении к предыдущим лицензиям. Вот, пару лет назад они действительно занимались много, когда вот тем, чтобы сделать этот процесс открытым и были у нас очень-таки проблем у людей со стороны, чтобы засобменить свой патч, если у тебя email не заканчивается на Nokia.com. Если у тебя email заканчивался на Nokia.com, то у тебя все было хорошо, а если нет, то ты был каким-то сторонним конкибьютором, в Airflow получение патча от которого был безумным. Сейчас все унифицировано, независимо от каких-то регалий, независимо от какой-то компании, но стоит признать, грустно, может быть, хороший факт, что 75% в разработке Qt в данный момент делает компания Digi, с другой стороны, если это прочитать, 25% людей со стороны как бы сейчас активно контрибьютят и развивают Qt. Вообще говоря, конечно же, уход Nokia из этого бизнеса не прошел даром, ну, рейд в данный момент коммитов, он на 25% меньше, чем 2 года назад. Порядка 430 коммитов в неделю. Вот я задал вопрос, также вот про Qt3D, Qt2Land, меня очень интересовали, вот, кто не знает там проблему, с этим штуками не выпускаются релизы, поэтому уговорить мейнтейнеров твоего дистрибутива спаковать их аккуратно, когда ты даже не можешь им дать на самом деле конкретного, ну, максимум что-то можешь им дать это какую-то версию в GTA, они, короче, не релизными. Это вообще больно, они эту боль понимают, и вот Qt3D уже в версии 5.2 выйдет как Technology Preview, можно будет экспериментировать. Ну, что такое Qt3D, поддержка различных 3D-шных функций, которые вы привыкли видеть. Среди такого, чтобы понять, что оно умеет, например, в Qt в ближайшее время будет функция, которая позволяет вам в одну строчку загрузить модели с 3D-макса. То есть это действительно для разработки 3D-языков достаточно уже высокоуровневый библиотек, это не просто там 3D-чайнички рисовать, нет, достаточно умная штука, которая много чего умеет, которая очень хорошо бы уметь. Уже на уровне 3D-макса. Да. Вот. Wayland, соответственно, будет чуть позже, но также они сейчас активно развиваются, и интегрированы, хотя, опять же, поскольку там в современном Qt это не должно быть но внутри, но все-таки отсутствие релиза сейчас мешает. Дальше будет лучше. Едем дальше. Следующий доклад, который я посетил, был про OSV от Глаубера Косты и вот этот товарищ Авикивити, это вообще говоря, человек, который начал КВМ. Он был главным разработчиком КВМа, Кернилова и Линуксова. Глаубер Коста, один из разработчиков C-Grups Линукс-Ядре, то есть очень умные товарищи, ну, по крайней мере, сходя из того, что их продукты я лично пользую ежедневно, будь то КВМ или C-Grups или еще что-нибудь, они, в общем, решили реализовать новую операционную систему. Новую операционную систему только для гипервизоров. Это многие вещи, понятно, упрощать, например, в плане драйверов. Нужно написать драйвер для КВМа, для ВМВАри, для Хуперве и все. Да? Все. То есть работает ОС, который работает только поверх гипервизоров. Основная идея в следующем, что вообще говоря, в этой ОС будет запущена, как в старые добрые времена в ДОСе, одна программа. Вот вы эту программу как-то пакуете, она работает. Только вот в это. Она не может форкаться, в ней могут быть тренды. Бизнес их в данный момент состоит в том основном направлении развития, чтобы доработать ЖВМ под эти возможности. ЖВМ, ну, как бы, ЖВМные программы, большинство из них не будет требовать изменений. ЖВМ достаточно просто разовы доработать. Идея состоит в том, что программы, когда они будут работать в гипервизоре, будут работать в кернил-спейсе. Нет необходимости там делить юзер, есть гернил-спейс, но в кернил-спейсе, но защищать его, как бы, соседние программы и так далее, будут те же технологии, которые защищают современные виртуальные машины. Вообще говоря, вот если мы сейчас взглянем на современные, как бы, стэк, как вы запускаете, большинство из нас запускает наши программы в вебе. Есть какой-то аппликейшн, да, там, например, на Java. Потом есть Tomcat, там есть ЖВМ, есть ОС, есть один хипервизор, который, ну, например, в случае КВМа тоже бедут в ОС. Есть потом железо. И вот раз, два, три, четыре подсистемы занимаются, вообще говоря, одним и тем же распределением ресурсов. Memory management, CPU management, disk management и определенные штуки. И вообще говоря, мы четыре раза делаем одно и то же. Java выделила память, ОС не отдала. ОС выделила память, Жаве не отдала. Очень неэффективно, ну, слишком много уровней стало. Идея в том, чтобы это сейчас засунуть, соответственно, вот в один процесс, чтобы было сразу и аппликейшн, и ЖВМ, и ОС, и вот где-то там заинтегрированных хипервизор. Товарищи получаются достаточно хорошо. Кассандра в данный момент у них работает быстрее вот в хипервизоре, чем то. Вы запустите ее вот просто на настоящем железе, в настоящий ОС безо всяких виртуализаций. Особенно мне тест понравился, который вот я до сих пор считаю нужно проверить. Им удалось запустить ММКЖД на 40% быстрее. Вообще, это имеет там определенные бэкграунд ситуации, чем его запустить на хосте в юзерспейсе. Прочитай, я прочитал, а ты не озвучил. А, окей. Он это как раз говорил, ты видимо прочитал. Вот. И оно действительно кажется клевым. Вообще идея в том, что они переписали для себя, ну как переписать, да, чуть-чуть переписали TCP стек, теперь там, грубо говоря, есть несколько другие концепции собираются опираться. Вот. Да, есть вот определенный вопрос, мы потом в кулуарах обсуждали, можно ли запустить 50, например, таких виртуальных машин, потому что все-таки машины в хупервизоре достаточно дорогая штука. Ну, не знаю. Но в принципе, в принципе большинство из нас в данный момент сходят из того, что в клаудах, да, загружают наш аппликейшн, где целая виртуалка выполняет одну задачу. Ну, это паттерн. У нас это паттерн. Пользователи, права. Все это мы сейчас не используем, как правило, в продакшене. Вот. Ну, и как бы вот концепция ОС, которая вот будет заточена исключительно по запуску одного приложения, она как бы вот такая вот очень интересная. Ну, этим людям я как бы доверяю, что им стоит попробовать делать такие вещи. Посмотрим, что будет дальше. Слушай, а вот смотри, я правильно понимаю, что это что-то вроде то есть JVM можно запустить поверх головы там Zennel KVM. В таком случае, допустим, там файловая система, еще какие-то вещи. Ну, то есть вот этих вещей на уровне там JVM нет, на уровне кемплевизора тоже нет. Там есть API для доступа к файлам. Exactly. То есть драйвера пишутся внутрь там в виде Java кода? Да, они пишут и ты потом запускаешь в ихней JVM все это дело. Но важный момент в том, что им это надо сделать только для одной файловой системы или только для одного устройства, да, то есть для четырех, да, как диски представляются в KVM, как диски представляются там в MWAR, как представляются в KUPRV. Идея в том, что драйверов надо написать очень мало. по одному драйверу каждого типа для каждой типа виртуальной машины. Для каждой файловой системы. Нет, зачем? Они тебе, ты скажешь, что тебе нужно гигабайт, например, спейса через какой-то вверх, они тебе дадут. Максим, речь, насколько я понял, вопрос не о драйверах для пары виртуальной машины, а о файловой системе, которую JVM не предоставляет. есть возможность, которая дает BTRFS, есть возможность, которая, не знаю, дает ZF. Из JVM ты используешь файл open, это у тебя будет работать, read будет работать, close будет работать, write будет работать. Кто предоставляет файловую систему, простите? Они будут предоставлять своей виртуальной вот этой машиной, OSV. У них есть также вот план, вообще говоря, даже сделать это напрямую. Для некоторых варкфлот, для некоторых типов задач, когда разработчики хотят сами работать с диском, вот, например, можно даже просто вот байпасить ИО напрямую. Ну, это как бы как импровмент этой темы. Насколько я знаю, XNFS, проект мертвый, что-то для КВМ в плане пробрасывания файловой системы из хоста есть, в принципе, было, возможно, так? Для КВМ есть GoestFS, но я не знаю. XNFS, по-моему, мертвый проект, поэтому... Может, они перешли на GoestFS, потому что GoestFS восьмой жив. Ну, так КВМ, опять же, написано среди поддерживаемых ковков... Нет, XN перешел на GoestFS. Возможно. Для CSV. Вот. Ну, OSV в данный момент также способен запускать большинство сишных, некоторые сишные программы, но есть определенные лимитейшны. Они не должны форкаться, не должны экзекаться, их нужно компилировать, чтобы они были просто сошкой, вот, но так в целом. Ну, вообще, вот концепция, которые не все идут, во-первых, конечно, и бизнес вокруг ЖВМ, это самый легко адаптированный продукт, а вторую концепцию того, что вообще, говорят, современная виртуализация, она двигается во всю сторону, чтобы быть stateless. Когда у вас действительно продукт ваш запускается, конфигурировать его предварительно не надо. Мы сейчас делаем это руками, они стараются это делать так, чтобы нам было еще проще. Следующий доклад. Джеймс Боттемли в данный момент, кто не знает, работает в Parallels, и если там сказать, чем он знаменит до того, как он работает в Parallels, он работал в компании, которая добилась того, которая сделали distributed block device, и он был тем инженером, ну, или там менеджером, не знаю, как правильно сказать, который добился того, чтобы DRDB был в upstream kernel. Соответственно, сейчас Parallels работает над темой промоушена и прочих около маркетинговых вещей, чтобы в контейнеры попали. При этом сам является мейнтейнером в нескольких подсистем в ядре. Виртуализация, вообще говоря, вокруг нее много шума поднялось в 2005-м, в январе и прочее. Настолько много шума, что Xen, вообще говоря, был fork, ну, что такое Xen, это fork Linux ядра. Долгое время он был, сейчас он только, ну, потихоньку мержится в ядро, ну, чтобы, как бы, из этой темы не выплатить. В данный момент в мире есть два больших лагера. Первый такой Enterprise, который активно хочет виртуальной машины, потому что это просто понятно и вроде бы работает и ты можешь накупить и всевозможные решения порожи. А с другой стороны есть хостинговые компании, для которых больше двигаются в сторону контейнеров. Там проекты типа Docker, OpenVisit, всевозможные технологии шарин хостинга. Почему среди хостингов это популярно? Потому что вообще вопрос крутится насчет, как бы, плотности. Как можно, как много вы можете засунуть машин виртуальных в одну железную, чтобы у вас пользователи этого не заметили. Есть понятие гарантированные, не гарантированные ресурсы. Если, грубо говоря, в решениях типа с контейнерных реализацией одной ядро, она достаточно быстро может отобрать память у одной виртуалки, ну не виртуалки, одного контейнера, отдать ее в другой. Супервизором там хуже даже технологии типа Ballooning Memory, они требуют какого-то времени, чтобы оно запустилось, там виртуальная машина узнала, что у нее пропадает память, запустила грабочек коллектора нужных продуктов. И вообще поинт в том, что все активно развивается и половина докладов на самом деле было с сравнением их хупервизоров и контейнеров, этого я делать не буду, все, надеюсь, почитают, кто не прочитал, почитайте. 100-500 статей в интернете. Единственный момент, который интересен, что в данный момент все эти контейнерные технологии в данный момент действительно смержены в ядро, причем если раньше контейнерные решения были различные, были отдельные это IBM, которые использовала IBM внутри себя, были отдельные внутри Parallels, которые использовались внутри себя, были отдельные в Google, которые использовались опять же внутри Google. В данный момент они смержили свои решения, кернеловские разработчики, мы имеем все группы с интерфейсом. То есть раньше даже кернелы реализацию у этих трех компаний были совершенно различны. Теперь у них не унифицированы и есть надежда и основания считать, что со временем даже юзер-бейсные тулы будут унифицироваться и объединяться. Потому что в данный момент там LXC, и еще некоторые делают вообще говоря одно и то же. Один из поинтов докладчика в принципе был в том, в том, в следующем. Поскольку все равно Linux победил везде. Победил и в плане SaaS, Software as a Service он победил давно и надежно. Какой смысл внутрь виртуальной машины засовывать в полноценную опросовую систему? Пусть ваш сервис в общем-то обслуживается контейнером, это гораздо дешевле, их можно подпихать на одну физическую машину гораздо больше. Ну и еще он как бы жаловался на то, что Enterprise почему-то принимает только вещи, содержащие с Солово-кипервизор, а контейнеры почему-то Энтоград не понимают. Немножко жаловался на Соловьевскую ситуацию, но доказывал, что контейнеры в принципе выгодят для использования по сравнению с полноценными виртуальными машинами, работающими поверх гейтервизором. Собственно, если я правильно понимаю, в этом перекликается с будущим докладом, что далеко не всегда нужны полноценные. Тут, кстати, да, ты заметил одну потрясающую штуку, мы тоже ее обсуждали. Вообще говоря, докладчики вот из это в этом докладе и вот в этом докладе использовали практически одну и ту же аргументацию, но вот эти сказали купервизоры решают, давайте мы ваши аппликейшены будем паковать в купервизор, а вот тут товарищ сказал, нет, контейнеры решают. Но аргументацию использовали практически одну и ту же. Там на тему потери ресурсов, на тему того, как взаимодействовать между собой. Подходы. Самая плотность побольше за пихот. Идея, это в общем-то одна и та же. Сэкономить на ресурсах и уплотнить сервисы на физическое железо. Насколько контейнеры вообще, то есть безопасно с точки зрения можно ли убежать из контейнера на данный момент? Смотри, существует несколько решений, да, есть АБМовская, гугловская, параллелсовская. Если мы говорим про коммерческие вендоровские, там у Гула, там в ГМЛ, в ГМЛ никто не бегает, там контейнер внутри. Ну, чтобы вы представляли, по крайней мере, по словам, которые рассказывал Джеймс Боттл, или которого пустили к серверкам Гугла, что Гугл, когда вы логинитесь на сервак, вашу читать почту ГМЛ запускает вам отдельный контейнер. Очень быстро, очень аккуратно, и вы к соседу не убежите. В OpenWZ давно нельзя убежать. Если мы говорим про обстримовский Linux kernel, в LXC нельзя убежать, начиная с версии 2.9, но все равно надо быть еще достаточно аккуратным. Но вроде как, начиная с версии, о, простите, какое 2.9, 3.9, вот начиная с версии 3.9, убежать к соседу в данном случае есть. Но в данный момент, грубо говоря, надо же понимать, что аналогичные баги могут быть и в Гупервизоре. И типа так на самом деле одинаков. Мы атакуем ядро, если мы хотим получить доступ у себя. В случае контейнеров мы получаем доступ к ядро, потом к соседнему контейнеру. В случае, как бы, Гупервизоров мы атакуем Гупервизор, который, вообще говоря, работает в пространстве ядра хоста. Находим там какие-то баги, опять же, получаем доступ к соседнему виртуальной машине. Простите, во сколько раз Гупервизор в МВаре или Ксена по объему исходного кода меньше, чем в Линуксе ядро? Гораздо в сотни раз. Но вот сегрупсы, которые вот в Линуксе отвечают за это, там уже начинается сравнивать. Но опять же, в сто раз... Я, собственно, веду к чему. На мой взгляд, Линуксе ядро, простите, настолько дырявое, что, в общем-то, контейнерные технологии в плане параноидальности оно намного хуже, чем решение основанное на основе гипервизора в МВаре, Сен или Гипервизор. Если вы действительно паранойик, реально паранойик, а реально... Вы поставите надбези. Десятку минуту. Нет, здесь это не при чем, на самом деле. Надбези меньше, но проблемы, в принципе, те же. На мой взгляд, в плане безопасности параноидального уровня, контейнеры намного хуже, потому что атаковать ядро Линукса, простите, намного проще, чем гипервизор, который реально очень тоненький и вылизан и вычетан уже многим-многим-многим разработчикам. Дыр в ядре, если вы имеете друткид, в Линуксе полно, просто полно. И, собственно говоря, на мой вопрос о том, что думает, так сказать, докладчик по поводу патчей ГРСекьюрити, докладчик ничего не ответил, соответственно, я не получил ответок, на которые я рассчитывал. На мой взгляд, ГРСекьюрити предлагает, в принципе, многое в плане безопасности и мог бы помочь контейнерным технологиям OpenVZ выстоять. То есть, в таких атаках они или не в курсе, или не заинтересованы, или о безопасности не думают совсем. Я бы, честно говоря, не сильно надеялся на безопасность на всего ядра совсем. Ну и есть два как бы момента, но важно понимать, что гипервизоры тоже можно атаковать и сложнее и так далее, но так или иначе. Там в том числе можно атаковать несколько, получается, не только kernel space, но и там юзер-спейсную часть, которая различные вещи может делать. А второй момент, все-таки есть компания Parallels, которая продает решения с 2007 или 2008 года. Оно гораздо, я спорить не буду, секьюрный в 100 раз или в 50 раз, или в 10 раз не секьюрнее, но проблему не особо испытывают, но по крайней мере не настолько серьезные, чтобы сейчас брать и паниковать. Я лично видел несколько историй, как КВМ атаковали и вполне успешно на определенные баги и определенные аспекты. А КВМ, кстати, в этом смысле ничем не лучше, чем контейнер. То есть, в общем-то… Да. Ну, в плане безопасности, если так в теории взять, то, опять же, КВМ хуже, чем Xen в этом смысле. Его легче атаковать, чем гидробизороксена или VMware. Окей. Еще какие-то комментарии? Что еще хотим обсудить? Я почти закончил, на самом деле? Этот слайд тоже просто сделал, тоже закончил. Да. Вот. Единственное, что еще хотел сказать. Я еще потом посетил, задержался на дел Gluster Workshop. Gluster — такая дистрибутивная, распределенная файловая система. Очень много чего интересует. Два поинта, которые мне очень понравились. В колуарах я узнал, что Gluster FS, вообще говоря, вытеснен отовсюду, кроме Red Hat, другим проектом CEF, который вроде как по всем параметрам лучше или хотя бы в некоторых не хуже. Но, так или иначе, на каких моментах общих хотелось бы остановиться? С этими всеми распределенными файловой системой есть одна такая тема, которую стоит понимать. Они, в первую очередь, для неструктурированных данных, для структурированных данных будут продолжать рулить базы данных или хотя бы NoSQL базы данных. Но в определенных тематиках они достаточно рулят. Первое, что, грубо говоря, для многих решений вообще парадигма меняется. Мы больше поперируем не понятиями блок, а скорее часто понятиями объекта нам не важно, где он находится. Главное, чтобы он был целостным, полностью доступен, что мы больше не оперируем через какую-то центральную точку. Решение должно быть распределенным без единой точки отказа. И чтобы, к чему говоря, мы дошли уже под понятие сервера, к понятию storage, это может быть множество серверов. Даже в таком юзкейсе появляется еще множество задач, которые в данный момент очень интересно решаются. Например, вы хостинг виртуальных машин, вот расскажу про один, и у вас есть там, не знаю, QM-овский образ, который там 30 гигабайт занимает там с виртуальной машиной. Вообще говоря, вот такие вот кластерные файловые системы, clusterfs, как пример, они умеют ваше блочное устройство дистрибьютить, прозрачное для QM-а, ну и причем не просто там как файл пробрасывать в одну процессованную систему, которая будет вот собирать из кусочков и как бы там overhead делать. Оно имеет именно на уровне QM-а и как бы написан специальный там драйвер, поддержка для того, чтобы этот фактический образ диска разбросать по 20 жестким дискам, причем не просто по жестким дискам, находящих на различных машинах физически. Вот, поэтому ваше там блочное устройство под вашей виртуалкой может находиться на 20 жестких дисках, и за счет этого многие операции там, да, например, ну понятно, прочитать 100 мегабайт, когда они размазаны по 20 жестким дискам гораздо быстрее, чем по одному. Но это опять же на тему клаудов упрощения, что давайте мы знаем каждый файл, каждый там образ размажем на большое количество сториджев, и поскольку клиенты у нас ну редко, ну как правило там не обращаются постоянно, и загрузка все равно упрощение к жестким дискам неравномерно у каждого клиента, а мы хотим, ну вместо того, чтобы там, не знаю, чтобы диски не простаивали, да, мы их так вот возьмем, мы их даже один образ размажем по там большому количеству сториджев, из-за этого вы можете там на виртуальной машине иметь скорость гораздо более высокую, чем там даже на одной физической. Вот. В принципе для железных машин там аискази и прочие протоколы это тоже позволяют, но тут единственное, что если вы там еще и с сетью заморачиваться будете и там все настроите аккуратно, то это вот размазывание, оно достаточно эффективно. При этом размазывание журнала вообще не нужны? Да, они говорят, что берут на себя это, хотя... Журнал в принципе не нужен, если у тебя сторидж имеет автономное питание, то, собственно говоря, бросит кэш дисковые в свое время, но журнал не нужен. Там возникает вторая проблема, что эти сториджи редко гарантируют целостность. В целых терминах, ну просто полную целостность. Вот. И никто тебе не обещает, что вполне возможно какой-то из машин физических выйдет из строя до того, как соседи уже записали кусочки файла. Не, ну если файловая система в принципе дублируется там и там, то изучение одно и тебе не повредит. Ну, да, наверное. Хотя... Ну, в общем, у меня все. Это был краткий пересказ. Кто не знает, я очень много на... гадил в Твиттере. Вот. Там более полные предложения. Вот. И больше моих комментариев. Но в целом всем спасибо. Дождались. Максим от лица компании Сам Солюшенс и особенно приятно от лица компании Варгейминг. Я бы хотел тебя поблагодарить за такой замечательный доглад и подарить несколько сыр. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ